Еще одна дата, правда, не столь известная. Сегодня на календаре Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В большинстве развитых стран к этой дате приурочены всевозможные акции, направленные на противостояние зеленому змею. Отмечу, что алкоголь не только разрушает здоровье и семьи, но и зачастую выступает серьезным криминогенным фактором. По всей России, им рел не исключение, существенная часть тяжких и особо тяжких преступлений совершается под воздействием спиртных напитков. А водители под шофе нередко становятся убийцами на дорогах. Проблемы, связанные с продажей алкоголя, в том числе контрафактного, в четверг обсудили общественники МРИЛ, представители бизнес-сообщества, силовых и надзорных ведомств. Напомню, уже не первый год в столице республики идет активная борьба с так называемыми наливайками, количество которых постепенно снижается. Вопросы борьбы с алкоголизмом актуальны не только для города Йошкар-Лы, не только для республики МРИЛ, но и для Российской Федерации в целом. Сегодня мы знаем, что много субъектов обращается именно в Государственную Думу для того, чтобы каким-то образом, каким-то способом суметь повлиять на продажу алкогольной продукции, на продажу контрафактной алкогольной продукции и на употребление спиртных напитков в общественных местах. Совершенно недавно в Государственную Думу поступила такая инициатива от депутатов Республики Татарстан. Что они предложили? В первую очередь, они предложили для того, чтобы субъектам Российской Федерации дали большие полномочия именно в борьбе с пьянством и алкоголизмом. В 171 законе, который в настоящее время действует, к сожалению, таких ограничений сегодня явно недостаточно. Что касается нашего города, то в городе мы действительно развернули такую борьбу еще с прошлого года, в ноябре месяце. Провели определенные мероприятия, в том числе мы уже много раз об этом говорили, о том, что Государственное городское собрание города Йошкар-Ала приняло решение о том, чтобы алкоголь продавался не везде. Сегодня в Йошкар-Але действует около 200 организаций общественного питания, где продают алкоголь. Конечно, среди них и приличные кафе и бары, не доставляющие особых неудобств. Но есть и наливайки, торгующие контрафактным алкоголем и создающие проблемы жителям домов по соседству. Именно к ним пристальное внимание надзорных и контролирующих органов. Чтобы как-то суметь победить, чтобы как-то суметь оградить население от этого полнейшего безобразия, на мой взгляд, мы проводим проверки всех этих предприятий. Находим нарушения, в том числе и санитарного законодательства, в том числе и 171-го закона, в том числе и нарушения лицензионных требований. Обращаемся в суд и судом такие пункты общественного питания закрываются. На сегодняшний день закрыто 15 предприятий общественного питания, 15 юридических лиц, которые содержали в себе более 26 так называемых наливаек. В ходе общественных обсуждений вопросов борьбы с наливайками были выработаны предложения, которые направят в законодательные органы власти Ишкаралы и Республики Мариел.